Компания ЗИХ, руководство и представители которой посетили город над Бугом, это крупнейший перевозчик, связывающий Китай и Европу. Умбрест – одна из важнейших точек так называемого «шелкового пути». Среди очевидных плюсов областного центра в части сотрудничества – развитая транспортная инфраструктура, как железнодорожная, так и автомобильная, воздушная и даже водная. К тому же город над Бугом – единственная точка, где происходит перестановка грузов с широкой на узкую колею. Использовать все эти преимущества обоюда выгодно – актуальная задача настоящего времени. Компания очень заинтересована в наших возможностях и неподдельный интерес. Хочу сказать так, что в этом году мы увеличили объемы отгрузок через данную компанию более чем на 100% в прошлом году. Сегодня это не только продукты питания, это продукция и сложная техническая, промышленного производства. Кроме прочего, компания ЗИХ заинтересована, и мы ведем переговоры об организации логистики именно на территории города Бреста и инвестиции данной компании в наши логистические центры, либо строительство полностью своего объекта. Но это вопрос переговоров и вопрос будущего. В числе направлений деятельности китайской компании, помимо логистики, важную роль играет торговля. Среди деловых партнеров уже есть и некоторые предприятия Брестской области. К примеру, в 2016 году первая партия товара китайским партнерам отгрузила Брестское пиво. Опыт оказался положительным, и сегодня есть хорошая возможность успех закрепить и развить. Тем более, что Брестский завод не стоит на месте, постоянно улучшая и расширяя ассортимент. Основное направление нашей компании – это пиво, поэтому мы все внимание уделяем пиву. На сегодня выпущено пиво «Брест-Литовск», где содержание алкоголя 3,8. Сочетание ингредиентов позволило произвести такое легкое пиво. Не все любят крепкое, не все любят с горечью такое пиво на нейтрального потребителя, к которому мы относим и к китайский рынок, где оно придется каждому, наверное, по душе. В рамках выставки свою продукцию презентовали и другие предприятия края. Представители китайской стороны изучили предложения тщательно и выразили заинтересованность по многим товарам. Сегодня, благодаря этой встрече, мы познакомились с новыми потенциальными партнерами, встретились и с теми, с кем уже сотрудничаем. Уверен, что в будущем объем товарооборота между Китаем и Брестской областью будет только увеличиваться. Мероприятия, подобные прошедшему накануне, важный шаг на этапе налаживания деловых связей. Несмотря на стремительное развитие технологий, позволяющих вести диалог на расстоянии в тысячи километров, личные встречи все равно остаются наиболее эффективным и продуктивным видом переговоров. Встречи организовать несложно. Сложно организовать сам процесс и найти партнеров. Но вы видите, что неподдельные интересы наших предприятий и торгово-логистической компании Китая. Как было отмечено на встрече, в Китае живет полтора миллиарда человек. Это большой рынок и потенциал для сотрудничества и развития бизнеса. Я считаю, что такие мероприятия надо проводить как можно чаще, чтобы белорусские и китайские предприятия могли наладить диалог, могли обмениваться идеями и заключать контракты. Так мы увеличим наш товарооборот.